Добрый вечер! Служба информации Первого Балтийского канала приветствует вас и знакомится с основными событиями дня. Сегодня в нашем выпуске. В Литве уровень ВИЧ-инфицированных никак не контролируется и призывают провериться людей, даже сидящих в высоких креслах. Две трети населения Литвы злоупотребляют спиртным. Власти назвали первые шаги по сокращению беспробудного пьянства в стране. Транзитом через Литву эпидемия свиной чумы прорвалась на запад. Чиновники разводят руками и, по словам охотников, объявили капитуляцию. В Каунасе открылся первый в Литве донорский банк материнского молока. Тысячам малышей окажут безопасное питание. Симбиоз моды с живой природой. В Вильнюсе открылась выставка новой коллекции Александра Васильева. Об этих и других событиях программа «Литовское время». Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией. В нашей стране общественные организации решили обратить внимание на проблему особенным способом. В стенах Сейма депутатов призывали сдать кровь на анализ и проверить свое состояние здоровья. Экспресс-тест или анализ крови на наличие ВИЧ-инфекции занимает всего одну минуту. Первым смельчаком стал новый министр здравоохранения Аурелиус Верига. Он призвал жителей Литвы не бояться как самого теста, так и его результатов, потому что сегодня вирус иммунодефицита при ранней стадии не так опасен, как принято считать в обществе. Что важно знать, так это то, что сейчас эта болезнь находится под контролем. Бояться ее не следует. Это сопоставимо с тем, как люди боятся узнать, скажем, о диагнозе рак. Но если мы спрячемся, мы рискуем передать болезнь своим родным. К политику присоединились практически все члены Сейма. И их позиция была единой. Тест занимает минуту, он бесплатен. Результат анализа узнаешь на месте, в то же время появляется информация и о всем состоянии здоровья. Я люблю свою семью, поэтому я и проверила кровь. Я хочу, чтобы они находились в безопасности. Потому что, если даже я обращусь к косметологу, и во время процедуры моя, не дай бог, зараженная кровь попадет на инструменты специалиста. Тем более, с помощью современной медицины вирус иммунодефицита сегодня находится под контролем. Проблема ВИЧ в стране есть. Знания населения об инфекции и способах заражения инфекцией низкие. Информационное поле на нуле. В то же время пойти провериться и обезопасить себя и окружающих у жителей нет ни желания, ни возможностей. Какое количество зараженных ВИЧ сегодня, я могу сказать. За неделю анализ крови сдали более 1200 человек, из них положительный результат оказался у 20. Этот показатель большой. Литва не является той страной, в которой этой проблемы нет. Сегодня в Литве пройти тест на присутствие ВИЧ-инфекции в крови бесплатно. Можно только вне государственных организаций. Точнее, в одной – Диметра. Новый глава Минздрава пообещал, что приложит все усилия, чтобы в медицинских госучреждениях бесплатная услуга тестирования на ВИЧ появилась как можно скорее. По данным спеццентра, за последние 10 месяцев в Литве зарегистрировано новых 168 случаев заражения вирусом иммунодефицита. В прошлом году новых зараженных насчитывалось 157 человек. Всего в Литве больных ВИЧ-инфекцией насчитывается 2700 человек. 79% из них – мужчины. Базовый уровень зарплат политиков, судей и должностных лиц в следующем году не изменится и составит 130,5 евро. Такое решение на сегодняшнем пленарном заседании принял парламент страны. Оппозиция просила поднять базовые зарплаты чиновников на 12 евро до уровня начала 2009 года. Ровно настолько 7 лет назад они были снижены из-за мирового финансового кризиса. Однако большинство народных избранников отклонили эти предложения. В противном случае в казне пришлось бы искать дополнительные 80 миллионов евро. Постепенно затихают баталии по поводу принятия нового трудового законодательства. Сегодня все ими рассмотрели внесенную на голосование поправку к кодексу, которая формально отложит его действия на полгода. Депутаты с предложением ожидаемо согласились. Парламентарии на сегодняшнем пленарном заседании одобрили поправку к трудовому кодексу, согласно которой новый закон вступит в силу с 1 июля 2017 года, а не через месяц, как это планировалось ранее. В принципе, хоть я был против переноса, потому что я думаю, что лучше бы было еще в декабре принять какие-то поправки, о которых говорил и президент, и я, и мои коллеги с трибуны, когда мы принимали трудовой кодекс, и пустить его в ход. Другое дело с денежными законами, которые регламентируют социальное страхование и прочее. Там может быть изменение кое-каких принятых законов нужен. За одобрение поправки проголосовали 64 депутата. Против 14. 19 человек воздержалось. Теперь эту поправку должны рассмотреть в Комитете Сейма по социальным вопросам. Следующее голосование фактически формальное, намечено на время пленарного заседания 13 декабря, после которого, спустя 6 месяцев, мы будем жить уже по новому законодательству. Андрей Танин, Ирина Высокович, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал. Тема борьбы с алкоголизмом в стране не теряет своей актуальности и не мудрено. Литва по-прежнему на первых местах по уровню потребления спиртного. На проблему обратили внимание уже в Еврокониссии. Двое из трех граждан нашей страны признают, что в прошлом году они были сильно пьяны. Не просто распивали алкоголь, а именно пьяны. То есть выпили столько, что теряли координацию и даже память. Печальная статистика, но это еще не все. По количеству употребляемого алкоголя Литва в 2014 году разделила первое и второе место с Белоруссией. На одного жителя страны старше 15 лет общее число выпитого чистого алкоголя за год составило почти 18 литров. В Европе средний показатель составляет на 7 литров меньше. Почему-то мы закрываем глаза на то, что происходит в реальной жизни. Мы привыкли ругать статистику, а беда находится рядом. Внимание следует обратить на болезни, связанные с употреблением алкопродукции. Это цирроз печени, это рак, возникающий по причине злоупотребления алкоголем. Это и смерти от пьяных выходок в быту, и смертность на дорогах. Литва всегда находится на первом-втором местах в этих категориях. Если мы ничего не будем делать, будем подходить к проблеме фрагментарно, то ситуация не изменится. Попытки решить проблему у литовских властей были и ранее, но они не привели ни к каким ощутимым положительным результатам. К решению необходимо подходить комплексно. Да, нужен комплекс способов борьбы с алкоголизмом. Начиная от принятия законов и заканчивая помощью зависимым людям. К этому можно отнести увеличение фонда здравоохранения, финансирование социальной рекламы. Итак, среди способов борьбы с алкоголизмом в Литве называют сокращение мест продажи алкопродукции, появление специализированных магазинов, увеличение акциза на алкоголь, полный запрет на рекламу этой продукции, увеличение возраста на покупку хмельного. С этими методами соглашается и еврокомиссар Витянис Андрюкайтис. «Если сообщество не будет браться за способы борьбы с алкоголизмом, мы потеряем большую часть населения нашей страны. Количество смертей от употребления этих напитков бьёт рекорды. Как справиться с проблемой? С экономической стороны. Сегодня работоспособные люди нужны Литве, здоровые и крепкие. Система здравоохранения может присоединиться к процессу, а ЕС поможет». За последние 25 лет доступность алкогольной продукции и цена на него практически не изменились. Если взять среднюю заработную плату за 2011 год и, например, прошлый год, то покупать алкоголь стало даже легче. Если пять лет назад можно было на ту зарплату купить 43 литра водки, то в 2015 году уже 49 литров. А в пересчёте на пиво и вовсе на 100 литров больше. В нашей стране нет ясной и последовательной стратегии модернизации мест лишения свободы. Процесс ведётся уже 10 лет, однако существенные результаты отсутствуют. Так заключил сегодня государственный контроль, который огласил результаты очередного аудита. Аудит показал, что поскольку правительство всё время отодвигает сроки, тюремные учреждения по-прежнему не отвечают требованиям Евросоюза. А модернизация ежегодно только дорожает. На программу «Система наказаний» в прошлом году Министерство юстиции и Департамент по делам тюрем потратил свыше 67 миллионов евро. Из них почти полтора миллиона – безвозмездная помощь со стороны Норвегии. Аудиторы опять были беспощадны. Модернизация проводится, но процесс слишком затянулся. А инвестиции без должного планирования и часто вовсе хаотичные. На условия содержания под стражей жалуются всё больше заключённых. В прошлом году таких лиц было почти тысяча из 7 тысяч, которые в настоящий момент отбывают наказание в тюрьмах по всей стране. Им была выделена компенсация в размере в почти 1 миллион евро. Это в 19 раз больше, чем 3 года назад. Отметим также, что само Министерство юстиции после того, как вчера из руководства этого ведомства взял самоотвод уже третий по счёту кандидат от социал-демократов, по-прежнему обезглавлено. 40 лет мир пытается найти вакцину против свиной чумы. Но, увы, болезнь не лечится, и на неё у животных не вырабатывается иммунитет. В настоящий момент эпидемия, начав с Грузии, захватила Армению, Азербайджан, Россию, Украину, Беларусь, Молдову, страны Балтии и Польшу. И продолжает стремительно двигаться на запад. «Среднестатистический житель Литвы в среднем съедает около 45 килограмм свинины за год. По словам представителей ветслужбы, свинину мы в основном закупаем в Польше и продаём той же Польше. Правда, торговля осуществляется из биобезопасных хозяйств». «Территория Литвы разделена на четыре зоны. Первая – это свободная зона. Вторая – это зона повышенного риска, где ведётся мониторинг. Но нет никаких торговых ограничений. Третья зона – это район, где болезнь диагностирована только у диких кабанов. Из такой зоны можно вывозить свинину и живой скот, но только из хозяйств, отвечающих требованиям биобезопасности. И последняя зона – это там, где болезнь установлена и у диких кабанов, и у диких свиней. Мясо после забоя проверяет ветслужба. Свинина из посредней зоны предназначена только для местного, литовского рынка». Руководитель отдела изучения рынка при Институте аграрной экономики Альберт Асгапчис заявляет, что ни министерства, ни правительства до сих пор ничего не сделали, чтобы в Литве стали выращивать больше свиней. «Мы осуществляем общеевропейскую стратегию, которая основана на целенаправленном уменьшении популяции кабанов. Не кардинарно, а постепенно, так как кардинарное сокращение приведёт к перемещению кабанов на большие расстояния и ещё большему распространению вируса». Кстати, за обнаруженных погибших от эпидемии кабанов можно также получить вознаграждение, говорит госветинспектор. Сумма выплат составляет 30 евро. В ветинспекцию за отчётный период поступило 500 сообщений о падших животных, 330 из которых были заражены свиной чумой. «Эта болезнь была изначально неоправданно политизирована. Она стала средством выяснения отношений между странами, а на природу в странах, где зафиксирована эпидемия, она оказала разное влияние. В одних местах кабаны погибают, в других, несмотря на заражение, продолжают размножаться». В начале ноября на заседании комиссии по экстремальным ситуациям было решено предложить правительству отменить чрезвычайное положение, вызванное распространением африканской свиной чумы. «До 17 апреля следующего года в связи с эпидемией в Литве должно быть не более одного кабана на 2 квадратных километра, то есть не более 22 тысяч диких свиней. На февраль у нас в лесах насчитывалось 20 тысяч особей, но в мае кабаны принесли приплод, и их популяция утроилась. Охотники просто физически не в состоянии отстреливать такое огромное количество животных, чтобы поддерживать требуемое количество». За отстрел самки-кабана, не достигший двух лет, государство выделяет вознаграждение в размере 50 евро. Если возраст самки больше, то вознаграждение достигает 100 евро, так как именно охотясь на самок, можно значительно сократить поголовье диких свиней. «За период с середины апреля прошлого года до 15 апреля этого года было отстреляно 42 тысячи кабанов», — рассказал представитель общества охотников и рыболовов. «Но повлияло ли хоть как-то наличие эпидемии свиной чумы на большую часть жителей Литвы?» Задается вопросом охотник и сам же отвечает. «Вместо того, чтобы руководствоваться биологическими принципами, знанием природы и познаниями в поведении животных, как всегда съехали в политику. Одни запрещают экспорт, другие — импорт, третьи подначивали соседи уничтожать свиней и так далее. Мы тут копья ломаем, а боженька делает свою работу. Как говорится, собака лает, караван идет». Хотим еще раз напомнить о том, что свиная чума не опасна ни для других животных, ни тем более для человека, а поражает исключительно диких и домашних свиней. Однако экспорт мяса эта эпидемия практически сводит на нет, больно ударяя по экономике. Андрей Танин, Игорь Конин, Первый Балтийский канал. Сегодня Литву с рабочим визитом посетил член Еврокомиссии по делам здравоохранения Витянис Андрюкайтис, который приехал с посылом к новому сейму от председателя Жанна Клода Юнкера. На что следует обратить особое внимание политикам в следующем году, за какие сферы браться с большим энтузиазмом, все пункты были озвучены. Несмотря на важность послания, все же Еврокомиссар прибыл из Брюсселя с личной вестью от председателя главного органа исполнительной власти всего ЕС. За выступлением в зале парламента, кажется, никто особо не следил. Народные избранники были увлеченно заняты своими делами. Один из депутатов в итоге даже сделал замечание коллегам и попросил внимания. Тем временем с трибуны звучали глобальные проблемы. «Мы находимся в еврозоне, в едином пространстве, на едином рынке Европы. Произошел кризис беженцев. Наша страна пытается от него отстраниться. Скоро может наступить такой момент, когда мы начнем восстанавливать границы государства. Это недопустимо. Мы обязаны делиться с ЕС общими проблемами. Мы – одна семья». Основными целями для Литвы названы укрепление экономики, улучшение демографической ситуации, решение миграционных проблем, борьба с нищетой, экологические энергоресурсы и другие темы. «Общее количество абортов в Литве остается высоким. Это значит, у нас не работает система просвещения, и мотивация руководства страны не направлена на сохранение жизни. Смертность людей трудоспособного населения слишком высока. Ежегодно в стране умирает по 11, 12, 14 тысяч молодых людей, которые должны жить. Люди умирают, гибнут, кончают жизнь самоубийствами. Вы посмотрите, какое количество самоубийств у нас». Еврокомиссар отдельно отметил работу нового премьер-министра Саулиса Сквернялиса и его обещания во время парламентских выборов, которые полностью совпали с программой ЕС. «Стало быть, – говорил он, – обещания придется исполнять. Но слышал ли эти слова зал?» Проводить обязанности родителей в свете растущей миграции сегодня в Вильнюсе обсуждали юристы и социологи. Как государство способно заставить родителей не забывать обязательств перед детьми? Дело ученых – напомнить масштаб проблемы и перенять опыт других стран Европы. Экономическая эмиграция – одна из главных проблем в стране. В немалой степени бьет по семейным устоям. Пока родители мечутся в поисках заработка, детей бросают на бабушек или знакомых. Вроде бы временно. А там, глядишь, ребенок остался вовсе без взрослых. На попечение государства. Так, лет 20 назад появились в стране группы временной опеки. И с тех пор они постоянно пополняются. «То, что есть дети, оставшиеся без родителей – это факт всем известный. И что причина в миграции тоже не новость. Нам всем известно, сколько в Литве было жителей 20 лет назад и сколько сейчас. Нам не хватает не только законодательной базы, но и конкретных услуг в помощь семьям. Дело ученых – направить усилия государства в нужную сторону». При этом в фокусе внимания не только дети без родителей, но и растущие в неполных семьях. Ведь не секрет, что эмиграция приводит к росту так называемых естественных разводов. Формально семья существует, фактически ребенок брошен. Как доказать в различных учреждениях, что он нуждается в поддержке? Причем не только материальной. «Сегодня ситуация такая, что большинство неразведенных семей фактически разведены. Психологически через шесть месяцев муж и жена теряют связь друг с другом. А дети склонны себя обвинять в конфликте мамы и папы. Они не могут понять, что происходит, и в итоге замыкаются в себе, а эти детские страхи по скайпу не победить». Итак, во-первых, нужны инструменты, чтобы помочь эмигранту забрать оставленную половину с детьми к себе не через год-другой, а в течение нескольких месяцев. Во-вторых, должен быть механизм определения тех семей, которым нужна помощь здесь, в Литве. Пока советы ученых не достигают обеих властей, законодательный и исполнительный, их результат – нулевой. По данным 2014 года, таких детей, оставшихся без опеки из-за отъезда родителей, было порядка двух с половиной тысяч. И это лишь официальная статистика. Мы знаем, что под ней скрыта гораздо большая цифра. Только за первое полугодие текущего года рост эмиграции официально составил 6%. По статистике, каждый год в Литве рождается около 6% недоношенных детей. И очень часто у мам, преждевременно родивших малыша, грудное молоко появляется, увы, не сразу. В результате в интернете вдруг возникла нелегальная торговля донорским молоком, за 200 мл которого молодые мамы платили около 10 евро. Благодаря ассоциации «Помогаю расти» вместе с Каунарской клиникой сегодня в Литве открылся первый донорский банк материнского молока. Так как обеспечение донорским молоком играет очень важную роль для уменьшения рисков заболеваемости ребенка, сегодня в Каунарской клинике был открыт банк грудного молока, который обеспечивает его всем новорожденным. В новом центре созданы надлежащие условия для переработки и использования донорского молочка. Прежде всего, проводится анализ и определение питательной ценности, после чего молоко отправляется на пастеризацию. В течение получаса греется при температуре до 70 градусов. Донорский банк материнского молока был нашей главной целью и мечтой последних четырех лет. С того самого момента, когда мы впервые заказали необходимую технику из Швейцарии. В Каунарских клиниках только в год рождается порядка 120-150 недоношенных детей, вес которых не достигает полутора килограммов. У таких детей появляется высокий риск заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому мы и решили прийти на помощь таким малышам и открыть вот такой чудо-банк. Как показывает практика зарубежных стран, в год в банке набирается от 200-300 литров молока. Думаю, что и наша страна не станет исключением. По словам специалистов, в первоочередном порядке донорское грудное молоко будут получать недоношенные дети или больные малыши. До момента, пока у мамы начнет в необходимом количестве вырабатываться собственное молоко. Что касается нелегальной торговли по интернету, то это весьма рискованное занятие, утверждают врачи. Неизвестно, какими болезнями может страдать сам донор. Для недоношенного малыша такое молоко может стать серьёзной угрозой для жизни. А вот в официальном кауновском стационаре доноры будут тщательно проверяться. Мамам надо будет заполнить анкету и сдать необходимые анализы. Первые дни после родов были безумно тяжёлые. От полученного после родового стресса у меня пропало молоко, а малыш на тот момент весил всего один килограмм. Как видите, сейчас нашему сыну шесть месяцев, и весит он уже шесть килограммов. Отойдя от стресса, к счастью, молоко появилось. И было его так много, что мы поделились им с другими мамами, у которых была похожая проблема. Такого донорского банка с грудным молоком в нашей стране очень не хватало. Отныне молодые мамы не будут бояться рожать. На самом деле я видел ситуацию со стороны, и могу сказать, что это огромный стресс для мамы, когда пропадает молоко. Конечно, врачи успокаивали и твердили, что вскоре молоко появится, но оно обычно появляется только на третий-четвёртый день. А что делать малышу? Мы сегодня много говорили о том, что младельцам в первые дни дают различные смеси. Однако это очень опасно для их здоровья. Ведь в грудном молоке матери содержится огромное количество веществ, необходимых для жизнедеятельности. А вот смеси такими свойствами похвастаться не могут. По данным Всемирной организации здравоохранения, один из десяти детей рождается недоношенным. В Европе существует более 210 донорских банков грудного молока. А в соседней Эстонии такие услуги предоставляются уже на протяжении шести лет. Валерия Литвинова, Первый Балтийский канал. И ещё симбиоз моды с живой природой – тема восьмой коллекции от Александра Васильева. Сегодня новая экспозиция открылась в столичном музее прикладного искусства. По этому случаю не обошлось без наград и подарков метру. За год, минувший от прошлой выставки, историк моды маэстро Васильев объехал, кроме стран Балтии, и страны Старой Европы. Блистал в Париже и в Монте-Карло. В Вильнюсе его настиг орден французских ценителей моды. И в пополнение личной коллекции Александра Васильева вдова дирижера Йозеса Домаркаса вручила фраг мужа от литовского модельера Йозеса Статкявичуса, почти без ущерба служившей на сцене 12 лет. В ответ историк моды обещал к столетию независимости Литвы представить коллекцию работ отечественных кутюрье. А темой нынешней экспозиции выбрал живую природу, которой, казалось бы, нынче почти не осталось в продуктах питания. Что же о моде сказать? Женщины всегда хотят сравнить себя с диким животным. Каждая женщина видит в себе пантеру, тигра, леопарда. Каждая женщина видит в себя птицей, бабочкой, стрекозой. И она хочет внушить это легкое ощущение бытия и природы мужчинам, которые на нее смотрят в этих костюмах. Коллекция «Прирученной природы» впервые охватывает три с лишним столетия от времен Марии Антуанетты до наших дней. Соответственно, на радость публике сотни нарядов, ранее не бывавших в Литве. Да что там, шляпок от них больше ста. Законодатель мод историк Васильев много лет учит женщин от Новосибирска до Калининграда, как одеваться красиво и современно. Но как же быть женщинам Балтии? У нас-то в странах флора и фауна довольно скромные. У вас здесь есть чудная сова, филин, тетерев, кошечки и собаки. А у вас есть море, янтарь, песок, дюны, сосны, нида. Смотрите на свою жизнь вокруг себя и наслаждайтесь этим единением. Век 21 диктует для женщин новые образы и материалы. Скажем, вот это вечернее платье в стиле хай-тек, оказывается, имитирует ледяную вершину. А вот это, на первый взгляд, стальная конструкция принадлежала Наталье Водяновой и имитирует морские волны. Главная мысль новой коллекции Александра Васильева в том, что женская красота, как часть живой природы и в 21 веке, востребована и актуальна. Наталья Гавришова, Игорь Конин, Первый Балтийский канал. На этом наши новости завершены. Авторская программа Варвары Козловой «Дорогая передача» сегодня посвящена теме беженцев. А далее вашему вниманию заключительные серии телевизионного фильма «Научи меня жить». Всего вам самого хорошего желает Первый Балтийский канал. До свидания.